Да, логотип был, только тут вот какое дело, для понимания всей веселухи нужно вспомнить, что происходило в Великой и Необъятной примерно с 90-го по 92-й год. А именно большая часть вкладов населения путем проведения эффективной заботы о гражданах страны обесценивалась совсем на чуть-чуть, на 98 процентов. Или фактически можно сказать, что были уничтожены, можно сказать, что нагло украдены, тут уж выбирайте сами. И одним из участников этих событий был как раз таки Сбер. В 86-м году нефтяные цены упали более чем в два раза. Этот момент блогер помнит весьма смутно, так как родился только через год. Но старожилы говорят, что от этого бюджет страны стало весьма дурно и он поимел дефицит аж в 20 процентов в 87-м и 89-х годах. До кучи неожиданно выяснилось, что на руках любимых подданных скопилось что-то слишком дохрена денежных знаков. А товаров не настолько много, вот ведь незадача. В самом же Сбербанке на 90-й год вкладов населения было на 369 миллиардов рублей или более трети ВВП страны, если педевики не врёт. Первую попытку оздоровить экономику предпринял тогдашний председатель Совета Министров СССР Николай Иванович Рыжков. Взял и изъял бабло у Сбера, направив лавандос на финансирование дефицита бюджета. Ну не просто так, разумеется, изъял, а очень ответственно. Правительство СССР поручалось до 31 декабря 1991 года оформить надлежащим образом возникшую задолженность перед Сбербанком. Однако ни правительство Рыжково, ни последующее правительство Павлова этого сделать почему-то не удосужились. А не, получается просто так. Тут ещё дело в том, что как банк с отдельным балансом Сбер можно сказать, что и не существовал тогда. Это было, по сути, подразделение казначейства. При необходимости Минфин СССР пользовался их деньгами для покрытия госрасходов как своими. Но вроде как до этого момента всё честно возвращал. А если и нет, то мы об этом уже никогда не узнаем. В этот раз всё пошло слегка не по плану. Вторым этапом господин Рыжков пообещал поднять цены. Правда, не уточнил когда. Уже на следующий день от одного обещания председателя Совета министров, советский народ, смутно подозревая, что коммунизм идёт не так, как горизонтальный вождь планировал, ринулся скупать всё, что не прибито. Усилив и без того товарный дефицит. А заодно вызвав своими неблагодарными действиями обширный инфаркт у Николая Ивановича. Кстати, Рыжков жив и до сих пор, и до сих пор трудится на благо неблагодарного народа. На посту сенатора в Совете Федерации в возрасте 92 лет. Можете за него не переживать. Вторым причинять пользу и наслаждать заботу о населении вызвался месье Павлов Валентин Сергеевич, именуемый благодарными советскими гражданами не иначе, как собака Павлова. Для того, чтобы понять истинную причину столь крепкой народной любви и благодарности, нужно хорошенько прочувствовать всю глубину и суть денежной реформы, которую удумал провести сей без сомнения достойный государственный муж. Летом 90-го года мистер Валентин написал сугубо секретную записку к Горбачеву, который объяснил необходимость обмена 50 и 100 рублевых купюр образца 61-го года, если не в курсе, это были две самые крупные деньги в стране, мол, именно эти банкноты в большом количестве вывезены за границу для подрыва госсуверенитета и экономики, а те, что в СССР, сосредоточены в руках теневого капитала. Короче, Михаил Сергеевич не ссы в компот, там повар ноги моет, честные труженики, ни один не пострадает. Неизвестно, что на это ответил Горбачев и была ли Раиса Максимовна тоже согласна, все регламент. Но на самом деле цель была одна – поджечь денежную массу, пусть и честно заработанную население. Какая разница? Никакой. 10 января 91-го года Павлов еще на тот момент министр финансов авторитетно заявляет, мол, никакого обмена и реформы не будет, не переживайте. Те, кто поумнее после этих слов срочно начал избавляться от 50 и 100 рублевок, путем размена, покупки валюты или отоваривания. 14 января Валентин Сергеевича торжественно коронуют на пост премьер-министра СССР, 22 января в 21.00 по телеку звучит вот это. В исполнении указа президента СССР с 0 часов 23 января 1991 года прекращается прием указанных денежных знаков, а также выдача их учреждениями банков, предприятиями, объединениями, организациями, учреждениями. Обмен будет производиться в течение трех дней с 23 по 25 января, после этой даты деньги к обмену приниматься не будут. То есть еще раз, чтоб прочувствовать весь кураж, все банкноты старшего номинала в 50 и 100 рублей превращаются в цветную бумагу ровно в полночь того же дня, а потом есть три, три сука мать твою, чтоб ты в гробу перевернулся дня для того, чтобы обменять старые деньги на новые. Купить на них уже ничего нельзя, но не более тысячи рублей. Все что более нужно документально подтверждать, замораживаются все вклады в банках, в том числе и сберия, снять можно не больше 500 рублей в месяц. Возможно, Павлов знал, что никаких сбережений в Сберия уже как бы и не особо осталось после предыдущих маневров. После указанного срока в три дня менять можно было только по решению специальных комиссий, которым естественно в лучших традициях не дали никаких критериев и инструкций по обмену. Соответственно, те, чтоб не остаться крайними, штамповали отказы. А в конце объявы новоиспеченный министр ехидно добавляет. Я вам скажу, что мы вообще говоря к этому мероприятию готовились, как вы сами понимаете, не сегодня и не вчера. Мы об этом мероприятии спорили и готовили его с разных сторон взвешивая уже почти год. Что началось в стране, вы, вероятно, помните сами. Если нет, можете спросить у своих родителей. Те, кто хоть чуть-чуть понял смысл сказанного в новостях, подорвали жопу из дивана ровно после завершения программы «Время». Чтоб успеть добежать до почты и отправить все накопления почтовым переводом. Жене, мужу, соседу, кому угодно. Лишь бы сейчас избавиться от этих банкнот. Кто-то бежал на вокзалы и выкупал на все билеты, и если побогаче, то целыми вагонами, чтоб потом эти билеты сдать. В аэропортах та же схема. Кто-то всю ночь катался на такси, разменивая бабло у несчастных водилок, которые, естественно, ничего про это еще не знали. Те, у кого бабло лежало не под подушкой, а на сберкнижке, те ой. Банки, естественно, после девяти вечера уже не работали. Утром следующего дня, ну, если не вся страна, то точно ее половина штурмовала отделение Сбербанка. В попытках поменять то, что осталось, устроив себе импровизированный выходной и от души душевно в душу, благодаря Валентину Сергеевичу, да и все правительство. Те, кто не смог вырваться с работы, были в командировке, лежали в больнице и так далее. Ну что ж, печалька. Самый цемис в том, что накануне Павловской реформы зарплаты выдавались 50 и 100 рублевыми купюрами, которые как раз-таки и подлежали замене. Но это, конечно, чистое совпадение. Ну а после завершения обмена, когда подсчитали всю пользу от данного мероприятия и поняли, что что-то экономике лучше не становится, премьер Павлов выступил в печати с обвинениями в адрес западных банков с координированной деятельностью по дезорганизации денежного обращения в СССР. Мол, это все их худые черти бермудят воду во пруду и вообще все придумал Черчилль в восемнадцатом году. Ну и далее по тексту классика. К сожалению, далее по тексту не случилось, санитары не зафиксировали Валентин Сергеевича и он продолжил творить на посту и дальше, за что выхватил вторую волну любви и обожания отца граждан, когда со 2 апреля того же года в 2-3 раза выросли цены на товары народного потребления. Произошло это так же внезапно и без предупреждения, как и отъем бабла. Все естественно по просьбам и в интересах трудящихся. Тут не выдержал даже руководитель Госбанка СССР Герашенко и заявил «мы не позволим использовать кредитные ресурсы просто так, это же деньги наших граждан, поэтому будет начисляться оплата в размере 5% годовых». Это при том, что годовая инфляция уже была девяносто мать его пять процентов. Нужно конечно справедливости для упомянуть, что Горбачев накинул таки 40% годовых по замороженным вкладам, но деньги можно было получить наличными только в следующем году. А в следующем году пришел великий реформатор Егор, сын Тимура, у которого была команда, и немножечко разогнал инфляцию, либерализации цен, совсем чуть-чуть, до 2608%. При этом за средства, заимствованные правительством у Сбербанка, на 10 апреля 1992 года платили также по ставке в 5%. К июню ее подняли до 15%. К октябрю же расщедрились гулять так гулять и подняли до 45-ти годовых. Таким образом, покупательная способность вкладов населения в Сбербанке сохранила чуть более 2% от своей величины. И финальным аккордом, когда уже все честно накопленное было честно уничтожено, объявили о срочной и массовой приватизации государственной собственности в России. Очень удобно, знаете ли, проводить приватизацию, когда те, кто не надо, ничего и не могут купить. А тогда свобода, равенство, демократия. Жаль, что акции купить не можете. Что-что, могли, но деньги сгорели. Вот как плохо-то, но ничего, вы держитесь, вам всего хорошего.